Доброе утро! Вы попали на канал Черничный Хутор. А я походу попал на чердак. Я вчера не доделал парасыренную пленку, не добил, поэтому мне надо возвращаться наверх. Вы подождите меня здесь. Поехал к пчеловоду, взял полторы упаковочки скоб. Я надеюсь сегодня хватит, надеюсь стептер не поломается. Там неудобно, да? Ну да. Чем дальше, тем неудобнее. Она, в отличие от тех, не от ласковей. Такая плюшевая. Плюшевая. Так стоечку отходит. Не с кем побиться, Кой. Все, поломал ветку. Вот так. Вот так. . . . . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прогулялись по нашим грибным местам... Погода такая... Были ночью заморозки, дождей почти не было... Ой... Первый гриб был масленок... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чесалку... Чесалку себе нашел... Продолжение следует... 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 все утеплитель будет мягкий здесь лежать мы потом сможем вот так вот ходить по своему чердаку и безопасно и снизу раз ничего не будет сыпаться и утеплитель не помнется поэтому давай подаем все 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 что есть доски если у нас когда-нибудь они понадобятся можем опять же нужную длину отрезал спустил четыре дня крышу сделали. А потом две недели убираем после крыши. На самом деле так и есть. Ну вот. Сегодня еще и новые доски убрали. Останется или осталось только вот то. Так куча старых досок. И все. А эти доски от старой крыши тоже переберем где получше на чердак. Где похуже на дрова. Вот. Сейчас на чердаке раз куча. Два куча. Три куча. Когда разложим утеплитель, тогда здесь и разложим эти доски. И все. А то было так на чердаке ходишь, а снизу чуть ли не сыпятся те иголки. Сейчас будет все красивее, культурнее, теплее. Все-таки переделы тяжелее в 100 раз. Пошли кушать. Пошли. Вот у нас обед. У нас с обедом все понятно. С ужином что? Что с ужином? Давай утку запекем в духовке. Потянет наша печка. Ну вот испытаем. Надо попробовать. Чтобы хлеб испечь, нужно утку вначале запечь. Хороший жар будет. Я не знаю. Пиццу туда смогли, может, лукку сможем давать. Но у нас час до темноты. Поэтому что мы успеем за час? Гвозди повыдирать. Пошли. Мы с той кучей будем дальше выдирать гвозди. Мы уже 100 лет на один день выдирали. Потом Ванька с детьми выдирал. Но это очень медленно и нудно. Да, с каждой засечки надо каждый горький достать. Так, это еще пойдет на чердак. Нет, ну, можно взять бензотылу и за час это все разрезать. И все. Ну и сразу же на дрова пойдет? Нет, жалко. Конечно, жалко. Поэтому пару дней уже уделим. Так, печь, кажется, горит? Горит. Ну, если наша печка справится с уткой, то она уже не будет такого блюда, которое она не сможет приготовить. Так, чесночок. Специи, да, солька. Перец. Все стандартно. Да, и майонез. Уточка домашняя. Выращена моим папой. Бежала на сморозиловке и ждала время. чтобы мы ее приготовили. И все? Да. Не слишком легко вообще и просто? Намазала специями, пакетик сунула и все? Да, все. А дальше печка сделает все сама? Ну, должна, да. Все пишут, что высоко духовка в этой печке. Нормально. Но не высоко. Из-за того, что видно стекло большое, поэтому, ну... Не, мне нравится. Мне очень удобно. Еще будет лежать здесь плитка, поэтому очень удобно. Будет лучше, да? Да. Нормально. Я ни разу не чувствовал, что мне высоко. Да. Все, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok. И так целый день. И она их кусает, и они вообще ничего не боятся. Булька, их нужно убить, да? Убить, они тебе уже надоели. И вот только бульки их дикое дело имеют. А муху с Найдой вообще не замечают. Булька, укуси их, укуси их. Взять их, взять, булька. Взять, взять. Кусай их, кусай их, кусай их, кусай. Молодец, молодец, булька. Взять их, кусай их, кусай их. Взять. Успой. Дай соплю, дай соплю потяну, дай, дай соплю. У нас же тебе мешает та сопля, дай ее сюда, вообще не бояться ничего, дай соплю, дай, ооо, Булечка, обижаю тебя мою девочку, не дам тебя в обиду, не дам, все, все, отошли, 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 нельзя Бульку обижать, уже что-то сами едят, еще маленькие уже что-то жуют. Субтитры сделал DimaTorzok Когда не с кем биться, они бьются между собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поднимают голову, кто выше, тот типа главнее, а вот выше тебя. О! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас уже и свинки догнали Зинка ведет свое стадо Они такие же, как и Зинка На Зинку похожи все Да, Гоги? Иди, Гоги! И Джинка вышла погулять Уже пчелка ее заметила Вглядывает Кто там? Кто там? Джинка! Попа бежала, как пуля Джинка! И ты и тут Все пошли... О, о! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как нам сделали крышу, мы сразу объявили эпоху уборки. И вообще мы занимаемся только крышей. На чердаке два дня пленку гидролизационную били, потолок черновой били. Убрали с этой стороны дома, то есть уже порядок. Кстати, посмотрите, сколько дров за сегодняшний день навозили. Это сегодня напилили. Конечно, с гвоздями, крашеная нельзя в печку. Но куда его девать? Мы спалим. И даже не складывал так, за три недели, за две недели спалим и наведем порядок. С этой стороны дома у нас тоже порядок. Хотя помните, у нас был вокруг дома просто бомбежка. С этой стороны дома мы наведем порядок. А здесь, если б был день подлиннее, да, Белка? Мы бы тоже успели. Но пока так. Так, кормим, поим всех и идем утку смотреть. Ого-го. Все, темнота на улице, а она все шкворчит. Не подгорела ли она у нас? Я думаю, не должна. Какой шикарный аромат у нас сейчас стоит на кофе. Не осуду уже делать, много говорить, выключать просто, выключать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, она была такая у нас беленькая, а стала такая желтенькая. Так пахнет вкусно. О, она от кассет деляется, да? Да, развалилась, хорошо развалилась. О, видишь? Просто берешь, даже ножик не надо, это тебе ванить. Знаешь, почему это тебе? Потому что мне попка. Жирненькая такая, молоденькая, маленькая, жирненькая уточка. Вот такой вот у нас Ужина-патарян никаких, никаких кетчупов, никаких хренов, только настоящий вкус. Без усилителей. Вот честно, ну вот сочувствую, кто сейчас вот на ночь это смотрит. Просто, ну честно, ну а как мне не показать вообще вот это? Это как бы показывать надо тоже. Я очень довольна печкой. Вот все, что я хотела, ожидала от нее, так оно и получается. Я боялся, что так не будет. Просто тает. Просто тает. Обычный простой рецепт утки, хотя можно было бы и гречкой напихать, и яблоками напихать. Ну я так тоже люблю больше всего. Специи, чесночок с майонезом и все. И самое главное в пакете. Тогда она втушится, она отделяется от кости тогда. Да, друзья. Я сейчас буду не хвалить утку, а хвалить, что реально вот камина-печь заменила русскую печку. Причем в русской печке всегда пепел, сажа. Да, здесь все чисто. Далеко, неудобно. А здесь просто вот на уровне лица себе поставил, пошел дрова поколол, пришел, достал, все, готовый продукт, все вкусно, идеально. Да? Печка, утка. Теперь вот после утки я уверен, что любое блюдо, какое бы мы ни захотели, мы сможем приготовить так же, как и в русской печи. Все, я кушать, и вы тоже бегите холодильнику. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok